Ошеломляющая история в Шемкенте. Мать четверых детей заказала киллера для собственной свекрови. Сноха оценила в 40 тысяч тенге, а для ее устранения наняла своего же племянника. Как выяснилось, заказчица воспользовалась деньгами, которые ее свекровь копила на похороны. Просто ошеломляет голову вся эта информация. Тело 80-летней старушки обнаружили рано утром. Эксперты установили, что жизнь ушла на очень страшной ноте. Невестка в буквальном смысле прямо руками все это сделала. Пожилая женщина была с переломанными ребрами. Полицию вызвала сноха-пенсионерки. Она рассказала, что в дом ворвались трое неизвестных, которые избили ее и свекровь и забрали деньги. Правда, сама заявительница сразу же вызвала подозрения. Уж больно спокойно она держалась, говорят полицейские. Серик Шалхаров, начальник управления полиции, вот что сказал. Она сказала, что ее пытали и избивали, но однако на ней не было никаких телесных повреждений. Если преступники даже бы зашли и совершили убийство, 80-летнюю бабушку даже не пожалели, то естественно ей бы тоже досталось. После этого сноха скончавшейся пенсионерки моментально превратилась в основного подозреваемого. И оказалось не напрасно. После нескольких допросов женщина призналась, что это она заказала родную свекровь. Жизнь несчастной оценили в 40 тысяч тенге. Для устранения пенсионерки наняла сына своей сестры. Киллера задержали на родине в октобе, где он скрывался в доме своих знакомых. Она дождалась, когда муж уйдет на работу, открыла мне дверь и запустила в дом. Бабушка спала у себя в спальне. Я ее жизнь забрал голыми руками и потом забросал одеялами. В доме все раскидывал, чтоб подумали, что произошло ограбление. Связал тете руки и ушел. Заказчицу не смутило даже то, что в момент преступления в соседней комнате находились четверо детей. Как оказалось, сноха позорилась на деньги свекрови. Несколько лет женщина собиралась себе на похороны и накопила 17 тысяч долларов. Сноха об этом узнала и стала воровать понемногу из тайника. За этим ее застала свекровь и пообещала неприятности. Эти угрозы и стали для нее причиной того, чтобы заказать киллера. Получается, невестка побоялась то, что свекровь ее отдаст ментам за то, что та своровала у нее часть накопленных денег. И из-за этого решила наказать бабулю. Просто забрать жизнь. Но по итогу все сделала сама же себе хуже.